По милости всемогущего Господа Бога, возвестить волю Божией людям, которые познаем из этого слова. Можно я вас перебью? Да уже всех перебили в стране, людей нету. Ну, нет, я лично вас имею в виду в тексте, ну, как, как сказать, того человека, с кем веду диалог. Вот, чтобы вам напомнить, что я вас помню, чтобы вы поняли, что я вас помню. У вас есть две голубяки свои. Точно. Вот, видите, я вас помню, я вас слушал минут 50 просто взахлеб, какой вы человек божественный. Так что я всегда, я даже всеми делюсь, что здесь есть такие люди, встречающиеся с другими людьми, ну, на этом сайте, что восхищен такими людьми, как вы, и всем, как бы, вот честно, честно, по имени забыл. Игнатий Лапкин. Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий запомнил, а вот фамилию забыл. Тихонович Лапкин. Вот. Я всем рекомендовал пройти в YouTube, посмотреть, какие вы совершаете чудесные дела. Хотя сам не смотрел. Но мне смысл в том, что больше вживую онлайн таких людей, как бы сказать, понимать и воспринимать, чем где-то там на YouTube или еще где-то. Ну, я вот вас слушал в свое время, да, и вы меня прям очень впечатлили, какой вы человек. Не знаю. Видите, мы не свое говорим. Вот я всем подтверждаю. У меня нет гуманитарного образования, нет религиозного. Я все постигал на молитве на коленях. Главное мое оружие, я его не скрываю ни от кого. Вот оно. Семь раз в день на молитву. И сто поклонов. Поэтому я вот стою, мы встаем в 4.40, а я вот стою где-то, ну, начало второго часа ночи. Пока разберу почту до подъема людей. Потому что, ну, если у меня столько роликов, 18 260 роликов на YouTube. А сейчас Господь я просил и дал помощников, 11 человек сразу пришло. И те вопросы, которые я отвечал в университетах, по радио, мы сейчас их озвучиваем. Это 55 папок. 4124 вопроса. Вы зайдите на наш YouTube, во свете Библии, Игнатий Лапкин. И вы увидите, в интернете нигде ничего подобного нету. Это вопросы 55 папок. Это мусульманство, православие, католицизм. Ну, то есть разные-разные темы. Дети, семья, работа, будущее мира. По темам. И везде особую картинку там помощники сделали. Вообще красота. Так, я сейчас обязательно после того, как сейчас здесь посижу немножечко, я обязательно зайду. В этот раз я вам обещаю. Да, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Четыре слова. Запишите их, чтобы не забыть. А если прямо встретиться, заходите вместе. Знаете, скайп есть такая. А в скайпе я сразу вам скину все данные. Как мы молимся по интернету утром. Сколько раз у нас занятия идут. То есть мы очень открытые. И то, что деревню строим, это тоже на 31 тысячу разрушенных сел мы единственные пока. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Это не просто так. Это общество. У каждого свои мысли. Надо, чтобы все было единое. И над ними не стоишь. Надо, чтобы они сами верили в это. Мы храм построили, школа. Школа государственная, неподземная. Безверной единства не будет, конечно. Да. 100 тысяч процентов. Вот у меня на счет рулетки. Сейчас я могу сказать. Что это? 670 роликов составлено. Из моих бесед. 670. Ну, бывает коротенькие. Приходится там я в администрацию осылаю. Они слепляют. А бывает длительное. Прямо отдельно с человеком беседуешь. Лишь бы 500 мегабайт было. Понятно. Здорово. Так вы не напомните, как вас звать? Меня Вадим зовут. А, Вадим. Вот я как раз... Да, кстати. И знаете, что в тот кон, когда мы с вами виделись, вы никак не могли найти значение моего имени. Потому что вы много, видимо... Да, может, я еще раз проверю. А, Б, В. Минуточку. Да, да, да. И в тот кон вы мне сказали, что такое как бы имя, которое, ну, особого значения вы не имеете. Да, нету, 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 нету. А почему нету, я не знаю. Бывает скандинавского происхождения. А оно уже устарело, ассимилировалось слово. Ну, нету, я не могу сказать ничего. В интернете пишут иногда, а я смиряю по словарям, не сходится. А вот церковное, да, это имена такие. Но я почему-то думаю, что это имя не славянское. Но у меня рождение было, по-моему, на Ивана Купала. У меня 7 июля. 7 июля. Это можно посмотреть будет. Да. Может, в старинных, старообрядческих каких-нибудь там миссисословах, щасослов называется. У меня, получается, интересная дата рождения. У меня 87-й год, 7-е число, 7-е месяц. Конечно, это никакого влияния не имеет. Я когда вел три радиопрограммы, очень популярна была программа «Имена». Я разъяснял имена. Ну, я объясняю, что это имя, кто его первый дал. И вот одни звонят мне, ой, вот наконец-то, хоть один раз Азюгановы сказали «хорошо». Я говорю, а где бы я сказал? Ну, а вы же объясняли Геннадий. И это имя Геннадия к нему не относится, это к первым векам. А они поняли. Я объяснял имена, ну, какие были правители известны, Борис, Владимир. И люди прямо восприняли, что именно об этих я говорю. Нет. На каждое имя у нас есть в Святцах его биография, жития святого. И вот на него надо подражать. А не так, что если Валентина, то она чернявая должна быть, высокая ростом, как пишут некоторые глупости. Валентины разные бывают. Понятно. Так, может, у вас вопросы какие есть? С чем-то я могу быть полезен вам? Так, возможно. Может быть, сейчас я что-нибудь сформулирую для вопроса, чтобы не показаться бестактичным и безграмотным. по поводу, наверное... О душе, о жизни, о семье, о будущем, об истории мира, чем все закончится. Любой вопрос задавайте. Да нет, как бы так глубоко не хочу в истории мира, потому что... Очень маленькие мы люди, чтобы влиять на историю эту. Я такого большая душа, наверное, спрошу. Да, я вам скажу пока, да, это, Вадим. Вот вы так рассуждаете благоразумно. А зачем вы бороду бреете? Это Бог же сотворил человека так. Я стараюсь теперь уже не брить. А, уже. Значит, наша первая встреча на пользу пошла вам? Да, я помню, я помню про бороду тоже. Я очень помню, вы меня очень, говорю, впечатлили. Вот многие какие-то сейчас вопросы можете задать по нашей встрече. Я могу сейчас... Ну-ка, скажите, вот вы говорите, о нашей встрече рассказывали. Как вы рассказывали? Рассказывали тем людям, которые, да, там, не присутствовали при беседе. Я всегда восхищен был, что вам 81 год, это просто для меня такой признак был, что в 81 год, я говорю, мужчина, ну, то бишь, уже пожилых лет, это значит дедушка, ну, в моем понимании, который имеет при себе две голубятни и полноценно может их, я так понимаю, осознанно их обслуживать. Да. Это очень физический великий труд в свои годы. И мне это очень поразило, я хотя бы вот в этом примере уже всем говорил, что, ну, это человек, который заряжен очень большой энергией, которая ее очень еще и отдает, помимо того, что он заряженный. Потому что некоторые люди, которые заряжены такой энергией, они ее очень как бы к себе притягивают и не раздают ее, то есть у них нету их передачи. Вы очень большой передатчик энергетический. Самое главное, говорят, как разная религия. Мы не о религии говорим, а о Христе. Никакая религия спасителя не имеет, а только христианство. Он умер за нас и воскрес. Вот что самое главное. Да, я тоже так считаю. Интерпретировать можно все по-разному, но это потому, что общество так говорит, общество о том, что о воспитании своей религии, да, там, какой бог может быть, там, один, другой, третий. Он один. Он один, но кто-то его воспринимает по-своему. Но он всегда один. Это я тоже с вами в тот момент прям абсолютно был согласен. Ну, и сейчас, как бы, у меня ничего не поменялось. В общем, я говорю, и разница между людьми, и вот мне как-то вот раз общался, да, там, с некоторыми людьми, которые говорят, там, давайте там что-то организуем, что-то сделаем. Очень, как бы, влиянию подвержены люди до определенного, даже не то, что до определенного возраста, а вообще в жизни. Я говорю, единственный только чистый человек, с которым можно вот что-то делать, это Сын Божий, потому что на него не попала алчность, не попали все характеристики, которые нас окружают, и на нас очень сильно влияют, потому что люди сразу, осознание очень сильно меняется. Оно, как не меняется, оно делается неправильно. То есть изначально человек, если думал чисто и духовно-морально чисто, да, то потом он меняется, и вот эта грязь, которая из нее, вот этот шлак, которую он не отфильтровывает, неправильно фильтрует, она здесь вот оседает, и он начинает уже думать по-другому. Приступы вот этой алчности, лжи, какой-то выгоды, и вот это потом проходит вот это. И вот это меня как бы задело, ну, в тот момент, когда я общался с, ну, на определенной теме там с людьми, я говорю, нету просто вот взять, в любом случае, даже сейчас взять современных батюшек, или еще что-то, вот там из-за церкви зашли разговоры, я говорю, это, во-первых, человек, потом он уже батюшка, потом он уже, ну, соответственно, там, слуга Божий. А, во-первых, он человек, а если он человек, то, значит, у него преследуются определенные цели, и он подвержен этим, соответственно, всяким скверным, и тем вещам, которые, соответственно, разрушают его чистый мозг. Вот понимаете, какое дело. Вот когда рассказываешь человеку, ситуация непростая. Вот мы поехали с нашими книгами, подарить, решили, которые у меня вышли, 38 томов, но это все-таки из Барнавула до Владивостока надо доехать, останавливались в районных центрах, в Бородах, в Алиссабоне, Атлантический океан, Прибалтика, Скандинавия, север и юг. Это 650 городов. Ну, а люди другие, которые слушают, говорят, ну, вы верующие. А что вы сделали? Такие проблемы в стране, то другое. То есть я должен тогда сказать, Якова 2,18, покажи веру твою без дел твоих, а я покажу из дел моих. Я начинаю говорить. Вот я прихожу в библиотеку, мы заехали. Теперь, меня никто не звал, никто меня не знает, никто не знает, что за книги, а каждая книга 752 страницы, 64 страницы светлых фотографий. Я должен теперь с нее взять подписку, что книги она будет хранить и давать. Я на все, на про все 15 минут. Вы понимаете, у меня передо мной задача. Я должен сначала вызвать доверие ко мне, потом доверие к книгам и расстаться по-братски, сфотографироваться, заснять и уехать. Потому что в день я должен 5 городов посетить. Это здесь неслыханное. И поэтому удивляться не надо. Это только Бог делает. Нам это никогда было не сделать. Самое опасное, когда было, я начинаю уже, книги передаю, а в это время директора не было. Она приходит, она сразу против, потому что она отстала, она не знает. Ну, все там сжались, ну, как же это, книги на полке стоят, они радуются, расписались. Я забываю обо всем и начинаю с ней отдельно. И она уже на середине. Ну, ладно тогда она. Понимаете, это накапливается. Одно дело опыт, другое дело, я делаю для Бога это. Я знаю возрождающие действия книг. Это не просто так. Сколько людей пришло из-за них, примирились со Христом. Мы не о праздном говорим, а конкретно о жизни и что святые отцы говорили. И поэтому обвинения, если какие-то падают, не на меня, а вот вы Библия не так, это Божие, перед Богом отвечать будете. Да, это тысяча процентов. Вот сейчас разговаривал с мусульманином, ну видно, человек хороший, но совершенно не понимает. Я говорю, такая книга ваша, показываю Коран. Да. Ну, я ему поверну, считай. По-арабски, ни одного слова не знают. Я говорю, вы не можете отрицать, в Беслане кто захватил, сколько детей расстреляли. Кто в Буденновске устроил резню? В Норд-Оссе? В взрыве в метро? В Испании? В Германии? В Англии? Кто? Везде мусульмане одни. Малыш. Ну, ты должен это знать-то. Были крестовые походы. Крестовые походы не мусульмане делали, а христиане. Мы должны это нести. Инквизиция была? Была. Ты что отрицаешь-то, когда все знают-то? Если это было, мы должны принести покаяние, даже где мы не участвовали. Ко мне 11 крестовых походов не относятся, но я христианин, а они католики. И все равно я должен сказать, прости, Господи, мы сделали великое зло христиане, хотя я не виновен, меня и не было, а это 900 лет назад, там 400 лет назад. Мы должны быть до конца кристально не закрыты, открыты и честно. И вот тогда будет результат. Ну да, ну да, согласен. Ну что, Вадим, дорогой, прощаемся давай? Да, опять, как всегда, А вот смотри, там не видно, батюшка пришел, мой брат приехал, священник, а я его не видел, что он приехал. Он служит у нас в городе, а живет в деревне. Каждые, через две недели. Там Володя заходит, видишь? Можно я вас тогда еще... Ну, храни вас Господь. С наступающим Новым Годом. Да, вы на наш скайп выходите, скайп, Игнатий Лапкин, два слова, и сразу на меня выйдете. Хорошо. С Богом. Спасибо взаимно. Храни вас Господь и домашних ваших. От души. До свидания. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...